Друзья, всем привет! Сейчас я вам покажу, как с компьютера пользоваться TikTok 3 способа. И начнем мы с самого простого. Пойдем от простого к сложному. И первый способ это через официальный сайт TikTok. Смотрите, ссылочка tiktok.com.ru Русскоязычный TikTok. В правом верхнем углу нажимаем вход. Нажимаем, как хотим туда зайти. То есть аккаунт у вас уже должен быть. Нажимаем, видите, телефон, почту, имя пользователя. Вводим телефон. У нас тут спрашивают про объекты, то есть капчу надо ввести. Так, попадаем мы с вами в TikTok. И можем просматривать ролики тут. И использовать некоторые функции. Смотреть, сколько было лайков, репостов, комментариев. И что мне тут не нравится, то что тут как бы обрезанные функции. Вот, например, я нажимаю на комменты, да. И что-то я тут не могу ничего прокомментировать. Дело в том, что я могу их прочитать, а комментарии оставить не могу. То есть не так, как в этом самом, в полной нашей версии со смартфона. Да, но тем не менее, я могу спокойно пользоваться, просматривать ролики. То есть, как обычно, со смартфона ничего в этом сложного нет. Да и все. Но версия, будем так говорить, обрезана. И давайте я закрою, и мы перейдем к следующему нашему способу. Следующий наш способ, это будет установка расширения. Он немного посложнее, то есть тут надо кое-что устанавливать. Заходим в Chrome браузер. Выбираем здесь, в правом верхнем углу, вот три точки, менюшку, дополнительные инструменты. Расширение, и здесь нажимаем вот сюда, слева на три полосочки, и выбираем открыть интернет-магазин Chrome. Поиск по магазину, забиваем TikTok, допустим. У нас тут выводятся три расширения. В принципе, мы можем на английском забить TikTok, да, можем на русском. Но дело в том, что я тестил вот эти два расширения, и они, в принципе, одинаково выполняют свои функции. То есть, веб-тик-ток, допустим, да, устанавливаем. Установить расширение. Вот оно у нас уже установлено, включаем его. Ну и понеслась. То есть, у нас вот он наш TikTok. Но опять же, так давайте я зайду вот сюда и покажу вам, что тут похоже то же самое. То есть, версия немного обрезанная, потому что комментарии я опять оставлять не могу. Ну, ну, в принципе, уже кое-что похоже на наш с вами оригинальный аккаунт. То есть, мы можем тут смотреть. Кому подходит вот такой вариант, как-то где-то на работе посмотреть, там, я не знаю, дома время убить. Вот что-то тут пощелкать. То да, фактически идеальный вариант. Так что, чтобы особо не париться, просто расширение установил и пользуешься им. Так, ну и последний вариант. Это установка эмулятора Android на свой ПК. Сейчас я вам его покажу. То есть, мы устанавливаем эмулятор. Устанавливаем туда оригинальный TikTok. И все у нас работает стопроцентно. Все зашибись. Значит, чтобы установить эмулятор, нам нужен сайт bluestacks.com.ru. Вот он. Скачиваем bluestacks. Просто запускаем инсталляху. Ничего сложного нет. Оно все устанавливается. И дальше у вас появляются на рабочем столе, вот как у меня, два ярлычка. Bluestacks Multi Install Manager и Bluestacks Hyper-V Beta. Так. В принципе, установка окончена. Только у вас может вот этот эмулятор bluestacks не запуститься. Не запуститься из-за того, что кое-что не включено. Заходим в панель управления. Windows 10. Пишем панель управления. Здесь просмотр категории. Здесь программы. Здесь включение или отключение компонентов Windows. Ждем, пока у нас вот эта вся штука включается. Это у меня Windows 10 Pro, если что. Значит, подгружается вся эта штука. И здесь нам нужно найти... Нам нужно найти... Вот. Hyper-V. Смотрите, вот это вот должны стоять вот здесь птички. Ставим здесь птички. Жмем ОК. И все у нас с вами начинает работать. У вас может версия Windows отличаться. Я вам точно не подскажу по вашим всем версиям. Но, знаете, что в компонентах Windows вам нужно включить вот эти вот штуки Hyper-V. Все. Нажимаем ОК. Все у нас запускается. После этого, смотрите, можно зайти в BlueStacks Multi-Installer. И здесь создать эмуляцию новой системы Android. Жмем новое окно. Новое. Новый аккаунт. Здесь выбираем, смотрите, ядра. В зависимости от вашей системы. Низкая производительность, средняя или какая-нибудь другая. Выбираем средняя. Сколько мы можем памяти пожертвовать. Можем 1 гигабайт, можем 2. И разрешение, какое мы хотим использовать. Тут настройки ставим авто. Тут можно 240 оставить и жмем создать. У нас появляется вот такая вот новая наша система. Нажимаем начать. И у нас запускается Android. Так, смотрите, вот так выглядит стартовое окошечко. Все, что нам нужно, это завести свою электронную почту вот сюда. Google Play. Нажимаем принять. И у нас открывается Play Market, в принципе, как открывается на любом другом Android. Все, что нам осталось, это найти приложение нашего TikTok. Пишем TikTok. И устанавливаем его. После того, как приложение TikTok установлено, нажимаем открыть. Открывается наш TikTok. Можем заново зарегистрироваться. Но, в принципе, у вас-то должен уже аккаунт быть. Нажимаем найти и вводим свой номер телефона. Все, мы попали с вами в TikTok. И можем уже спокойно им пользоваться со своего компьютера. Начинаем просмотр. И у нас фактически открывается аналог TikTok на смартфоне. Мы уже тут можем оставлять комментарии и все прочее. То есть, это все то же самое. Я считаю, это отлично. Мы фактически за пару минут все установили, настроили. И не нужно копаться в смартфоне. Там у кого большой экран, то спокойно можно пользоваться с компьютера через эмулятор. Если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Всем спасибо за внимание. Я надеюсь, видео было для вас полезным. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok